Я самовыдвиженец. Нахожусь на выборчей дельнице 141-238. Это средняя школа. Здесь проходят выборы. На этом участке не было в течение всех выборов ни актов, ни скарг, ни жалоб. Прошли выборы, я считаю, честно. Было зафиксировано больше, по-моему, 20 наблюдателей от разных партий. К утру, когда уже прояснилась ситуация о том, как голоса посчитаны, приехали представители или наблюдатели, начали писать скарги, мешать комиссии работать и продолжать в таком же характере. На данный момент я не знаю, что происходит. Это нужно выяснять. Вы говорите, голоса посчитаны. Какие результаты были этого подсчета? Кому выгодно вот это затягивание и срыв здесь? Ну, я думаю, моему оппоненту Дзюбе Александру Ивановичу. А почему вы так думаете? Как голоса распределились? Голоса распределились в мою пользу. Больше 32 голоса проголосовавших плюсом за меня. Здесь был саботаж со стороны наблюдателей другой политической силы. А какой конкретно? Наш край. Да. Они остановили работу комиссии более чем на три часа. Из-за этого мы до сих пор здесь сидим. Очень многим тут уже и нехорошо было, позамерзали, порасходились люди. Но мы уже так решили, что мы до конца доведем до территориальной комиссии. Вот как-то так получается, что теперь эти люди, бедные, несчастные, уже вторые сутки сидят, пересчитывают эти бюллетени и складывают их в коробки. И, в принципе, прецедента не было. Такого, чтобы можно было на этом заакцентировать внимание. А если вы находите какой-то проблемный вопрос, я так понимаю, что нужно составить акт. Нужно зафиксировать момент нарушения. И тогда со всеми документами предъявить. А не писать вдруг чего-то, стукнуло в голову в 4 часа утра, написать жалобу комиссии на комиссию. До сих пор, начиная с половины третьего, нам обещают привезти избирательные бюллетени, те, которые проголосовали. Они должны сдать все бюллетени сюда к нам, на нашу комиссию, в миску выборчую. До сих пор их не вызвать. И до сих пор обещают. Мы через каждые 20 минут звоним, до сих пор их никто не привез. То они пишут, то они там смеются, то еще что-то такое. Ну, непонятно. По-моему, это идет чистый саботаж. Я поставил в известность СБУ. Вот. Должны приехать сюда. И поставил в известность вышестоящую нашу городскую славянскую организацию. Мы устали уже. Хотим подсчитать и пойти домой. Чтобы это все закончилось скорее. Занесли целые коробки. Человек очень нервничал. Это глава ТВК. Упал и при падении повредил печать на коробке. А, Андрюха, да, наверное, потому что... Давай. При них покажите. Ой, сейчас. Попадает здесь. Нет, нет, что с нами. Попадает. 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 Здесь сейчас. А, может сейчас. Да, есть. Да, есть. Да, есть. Это протокол, дельничная комиссия, пропедрахона Голосиев на выборочной дельнице номер 141-239. Ошибочно может быть положено. А тут должен быть пробел, а не циферка. Право распечатывать продукцию, которую получали на печатном дворе. Нормально, он теперь меня еще обвиняет. Должны были вот так в папочки. Пускай милиция уедет и потом... Вот так в папочки. Хочу, чтобы вы обратили внимание, что вот на этом месте находится коробка по результатам голосования избирателей по славянскому мэру, по славянскому мэру и... нет, по славянскому мэру и по депутатам славянского горсовета с округа Светогорска. Руководитель этой территориальной комиссии спровоцировал сердечный приступ, упал на коробку. Но они ошиблись. На коробку они упали не на свое, а упали на ту коробку, которая именно фиксирует кандидата победителя мэра Славянска и славянского кандидата в депутаты. Что теперь делать? Сейчас приняла решение комиссия, что эти коробки должны поехать на избирательный участок, собрать должны кворум членов комиссии, которые проведут перерасчет. Мы возвращаемся на ту дельницу, где мы подводили подсумки для перерахунка.